Дорогие подписчики, наверняка среди вас есть много походников. И вы можете задаться вопросом, как же лучше путешествовать по тропикам, ходить по лесам и так далее. Лучше всего добираться до цивильных заповедников, нацпарков и, соответственно, уже передвигаться по ним. Значит, даже не думайте ходить на пролом по лесам, потому что тут куча лиан, куча различных переплетенных стеблей, и вы просто не пройдете дальше, чем несколько метров. Вот. Ходить только по дорожкам, благо в заповедниках они очень хорошо сделаны, часто даже маркированы, вот. И тут вполне себе безопасно. По поводу одежды, вообще, здесь, как вы понимаете, жарко, поэтому лучше иметь одежду с одной стороны легкую, ну, например, как у меня майка, с другой стороны, в которой вы не будете отпотевать. То есть, никаких синтетических материалов, только натуральные. Это лучше всего. По поводу обувки, ну, вот, если вы, как я, оказались в числе, в кавычках, счастливчиков и попали в дождливый сезон, то лучшие обувь здесь это наши родные резиновые спаги. Вот. Причем их стоит покупать с подвязками, то есть, вот такие, соответственно, шнурочки должны быть. Потому что может иначе что-нибудь либо заползти, либо запасть вам в сапог, и будет не очень приятно, если там окажется какое-нибудь насекомое крупное или пиявочка. Вот. Поэтому лучше всего заправлять штаны в спаги и дальше их завязывать, чтобы никто не пропулился. Вот. По поводу защиты от дождей сверху, лучше всего зонт, ребят. Даже не думайте под плащом здесь укрываться от потерь, просто вмиг. Вот. И никакого кайфа от таких походов у вас не будет. Лучше всего зонтик, благо вам через какие дебри не надо пробираться. Тропинка хорошая, вот. И тут вполне с ним комфортно, можно пройти. Тут неплохо прорублено вокруг, и даже за ветки цепляться не будете. Ну и в плане безопасности, если вы едете в такие дикие леса, как сделал я, то обязательно сделайте прививки, все, которые нужны, и для поездки в эту страну, и для поездки в тропки в целом. Вот. И я вот сейчас, как зашел в лес, нифига не пожалел, что начал заранее, за две недели до поездки, пить препарат от малярии, потому что вот уже весь ускусом, комарами, оно чешется, и ощущается, что приехал не на курорт, совершенно не на курорт, а в дикую природу. Где-нибудь в столице, Малайзии, вы таких комаров днем с огнем не сыщете, наверняка. А здесь запросто, и плюс, естественно, никаких кондиционеров в нацпарке нету в номерах, только вентилятор, сеточки небольшие. Ну, про номера я, надеюсь, еще вам расскажу-покажу, как тут живется. Это не очень обычно, не очень привычно. Наверняка кто-нибудь из вас задастся вопросом, вообще, какими судьбами я сюда попал, как сюда можно доехать и так далее. Вот. Но сразу скажу, что поездка у меня получилась, по сути, индивидуальная. Вот. К сожалению, со мной не смогла поехать супруга, хотя я был бы очень рад здесь видеть. И всю поездку я организовывал сам, безо всякой турфирмы, безо всяких посредников. Вообще, это довольно легко можно сделать, если понимать, что вы хотите от путешествия. У меня была мечта посетить экваториальные тропические леса. Вот прям сегодня с утра она сбылась. Вот. Мечтал я об этом еще со школьных лет, уже, наверное, лет 15, как мечтал об этом. Вот. Ну, во-первых, можно посмотреть, какие нацпарки есть в том или ином уголке страны, куда вы хотите поехать. Лучше всего выбирать страны поцивильнее. Ну, там вы, да, переплатите сколько-то денежек, но зато у вас будут нацпарки с дорожками, у вас будет меньше преступности вокруг, а это вообще-то немаловажно. Потому что многие тропические регионы, они не просто бедные, а очень бедные в плане состояния людей. И если туда приехал турист, то его могут горбануть. В Малайзии, слава богу, в этом плане довольно безопасная страна. Вот. Соответственно, выбрали нацпарки. Можете у тех людей, которые туда ездили, спросить, какие лучшие места посетить. А можете просто, вот, гугл-карту открываете, соответственно, там национальные парки все отмечены, увеличиваете. И дальше вбиваете в поисковике, например, Гононгудин Нэшнл Пак веб-сайт. Заходите на сайт, смотрите, что такого интересного есть в данном заповеднике. Здесь, например, цветет самый крупный в мире цветок, рафлезия. Пока что она мне, к сожалению, не встретилась. Как сказали в администрации нацпарка, возможно, через три дня все-таки зацветет. Но поживем, увидим. В конце концов, я когда сюда ехал, я был готов к тому, что это такая лотерея фестивикта. Не подгадаешь. И даже местные не знают, когда именно она будет цвести. Буквально только за несколько дней они это смогут понять. Когда бутон сформируется, и они его смогут увидеть на специально проложенных поисковых тропинках. Вот. Соответственно, дальше лучше всего забронировать отель. Либо прямо в самом нацпарке, если такая возможность есть. Либо рядышком. И, собственно, вперед. Обязательно стоит рассчитать бюджет поездки, потому что страны разные. Вот здесь Малайзия, она по ценам, как, ну что-то, средний между Европой и Россией. Соседний Сингапур. Это вообще совершенно дорогущая штука. Такой Диснейленд-аттракцион для богатых. Там цены раза в два-в три выше, чем у нас. Так что, в принципе, если есть такие мечты, то они вполне реальны для осуществления. Но, конечно, для этого нужны и средства, для этого нужна некая самостоятельность. Потому что, ну да, не каждый решится вот так в одиночку поехать на другой конец планеты. Вот, честно скажу, у меня не очень хороший английский. Но, в принципе, чтобы понимать людей вокруг, чтобы с ними общаться, мне его хватает. То есть я сам исписался с нацпарками, сам договорился с таксистом. Вот, на входе в нацпарк тоже с охранником пообщался, потому что рейс у меня задерживали, наверное, раз пять. Вот, и в итоге его перенесли на, сейчас скажу, где-то на четыре-пять часов позже. То есть я сюда приехал уже ночью, когда ворота были у нацпарка совершенно закрытые. Вот, ну, хорошо, что я всех об этом предупредил, кто здесь работает заранее. То есть меня ждали, и меня встретили и заселили. Вот, а так, естественно, ничего бы не получилось, пришлось бы искать ночлег. В другом месте, учитывая то, что здесь не так уж много мест, где можно переночевать, вот, места глухие, и учитывая в очень позднее время. То есть я приехал в десять вечера, для тропиков это прям совсем ночь-ночь. Здесь люди начинают свою жизнь где-то с шести утра, вот. А в шесть вечера уже тьма кромешная ежедневная, зимой и летом, и все спать поправляются. То есть тут вот ночной жизни вообще нету. В крупных городах, да, она есть, в столице есть. А здесь, даже по улицам городков едешь, не души вокруг. В восемь-девять вечера все лавочки закрыты, все по домам сидят уже, лежат даже и спят. По поводу того, в какой сезон ехать в тропике, тут уже пусть каждый выбирает для себя. Кому-то лучше на пляже позагорать, тогда, конечно, в сухой. Вот. Кому-то, как мне, например, может быть, либо все равно, либо можно найти даже во влажном сезоне свои плюсы. Вообще, по поводу того, куда именно ехать и с какими целями. Если вы хотите на пляже позагорать, то лучше ехайте не на экватор, если в плане тропиков, а в муссонные места. То есть это где-то в районе 5-15 градусов северной и южной широты. Там полгода дует влажный воздух с океана, это сезон дождей. Полгода дует сухой воздух с материка. Вот как раз во второй половине туда и ехать. Здесь же на экваторе муссонов нету и каждый день возможен дождь. Вот. Обычно в второй половине дня, собственно, как сейчас, может быть, ближе к вечеру, ночью, может быть, с утра обычно дождей не бывает. Вот здесь, на Борнео, конкретно в штате Саровак, конец декабря, самый, и начало января, это сезон максимальных дождей. Собственно, сейчас у нас 6 декабря, и вот он начинается. Сегодня солнца вообще не видно было, и вчера, в общем, тоже. Что же касается плюсов именно влажного периода, для меня вообще, как для человекопоходного, абсолютно по кайфу дождь, а под зонтиком это по кайфу вдвойне. Это во-первых. А во-вторых, друзья, в дождь мало кто хочет ходить в леса. Уж так устроен человек, что ему комфорт подавай. И вы посмотрите, какая благодать здесь вокруг. Ни души народа, абсолютно девственная природа, красивая, никакой толкотни, никаких разговоров, только шум дождя и звуки животных. По-моему, потрясающе. Вот представьте себе, здесь толпа туристов. Это же совершенно другое восприятие будет. Это во-вторых. И в-третьих, для тех, кто любит фотографировать, ну, я думаю, все путешественники любят фотографировать, но кто-то делает селфи, кто-то делает фотки еды, в инстаграм выкладывает. Если вы хотите фоткать природу, то на открытой местности это лучше делать в солнечное время. Вот тогда просто цветки ярче будут, птички цветасти и так далее. В лесу, ребят, в лесу лучше всего фотографировать в пасмурное время. Будь то дождь, будь то просто облаками неба затянутые. Почему? Свет теней меньше. Потому что если бы сейчас светило солнце, то где-то были бы очень яркие места, где солнечные лучи пробивались бы. Где-то были очень глубокие тени. Вот. И, соответственно, для нашего глаза это, в принципе, нормально. Мы сможем четкую картинку увидеть. А для фототехники это довольно критично. Потому что либо получится слишком засвеченная солнечная часть растения, например, или какой-нибудь обезьяны. Либо получится более-менее нормальная по освещению светлая часть и абсолютно темная часть в тени. Это, кстати, касается не только фотосъемки растений, животных, но еще и пейзажных кадров. И еще и, в принципе, фоток самих себя. Потому что, ну, блин, кому понравится привезти из туристической поездки фотографию, либо где у вас слишком светлое лицо и виден лес на заднем плане с горами. Либо фотографию, где лицо норма, а вокруг тьма тьмущая. В пасмурной погоде такого не будет. Так что всем рекомендую не бояться дождей, а получать от них удовольствие. Хотя это, конечно, на любителя. Да, ну и, естественно, на любителя будет ходить по дождливому лесу. Даже несмотря на то, что вот здесь есть дорожки более-менее цивильные, но они все-таки скользкие. Хоть тут специальные и набитые доски, но все равно я вот, например, когда по этой дорожке спускался, даже несмотря на очень хорошее сцепление моих сапог, я все равно убирал фотоаппарат. Потому что велика была вероятность, что я навернусь и техника вообще в пропасть улетит. Вот. Так что выбирайте по себе. Я в этом ничего плохого не вижу. Ну да, небольшие трудности походной жизни. Ну, елки-палки. Кто из нас ходил в северные походы, то то, что здесь в плане дождей творится, это вообще... Это условие, как в номере люкс. Дожди теплые, устудиться практически нереально. Спасибо за внимание.